всем привет на канале Балка Димон Круглогод меня зовут Димон и на этом видео мы будем делать простой но весьма ловистый монтаж для ловли щуки мне понадобится вот такой поводок я его заранее связал для экономии времени понадобится вертяжок понадобится груз весь монтаж мы будем делать из плетеных шнурок на легке делать не будем в самом конце привязываем грузило грузило весом примерно грамм 30-40 это нужно для того чтобы живец не смог никуда утащить я имею ввиду под карагури какую-то траву привязываем обычным простым узлом самым простым рыболовным каким умеете мудрить сильно ничего не нужно не нужно здесь так оставить никаких вертюжков корабельчиков просто привязываем грузик обычным напомню простейшим рыболовным узлом каким умеете какие можете и каким знаете для залива в затонах прудов этот монтаж не подходит подходит только для ловли на реке то есть там есть течение сейчас оближем это все дела лишнее она тут ни к чему потому что если ловить таким монтажом в затоне или в завивали на выделе живет просто запутать повозок вокруг основного сейчас она ваш момент прикладываем вот так тройничок грузил вровень для того чтобы привязать петельку для того это очень важный момент чтобы тройник был пусть ниже или вровень с грузилом но ни в коем случае не были не выше потому что если железь устанет чтобы он мог прижаться ко дну никаких металлических повозков есть совершенно не нужно это хрень просто напрягает жипца делать его мертвого мертвый железь ни одной щуки на хрен не нужен объясняю по-русски сейчас делаем петельку и крепим как говорится вертюжок с карабинчиком это нужно для того чтобы прикрепить сюда повозочек страничком можно конечно соединить петля в петлю но не есть гуд его потом распутывать я обычно всегда здесь на петельку ставил карабинчик с вертюжком и снимать повозок удобнее и менять можно несколько повозочков например сделать зависимости от течения кстати повозок длиной сантиметра 25-30 короче делать не нужно и сильно звезды тоже сейчас прикрепляем петельку карабинчик с вертюжком обычным соединением петля в петлю и после этого прикрепим повозок это очень важный момент если тройник будет выше грузила то есть железь не сможет прижаться к одному когда он встанет он просто будет болтаться как кишка на вертюле и то что нафиг никому не нужен будет ни одной щуки и жипца придется меня чуть не забыл сказать про сечение самой плетенки плетенок сечением 20-25-30 сильно тонкие не нужно напомню здесь никаких параметрической хрени устанавливать я не собираюсь и не буду никогда не ставил вам не советую а плетенок сечением 0 2 или там 0 3 даже 5 килограммовые шлюки очень сложно перекусить тупыми ножницами хрен перережешь этот поводок выдержит все метрические поводки как он напрягает заставляет шлюца быстро уставать догнуть и никакой толку от них никакого нет есть такая штука как плетеный шнур хорошая штука лёжку отпущат от фигачья только в башка с бряка у жипца поэтому берем плетенок шнур сечением 0 20-25-30 сейчас одеваем петельку на карабинчик с вертюшком то есть сворачиваем петельку вот так вот твое пропускаем ее и одеваем на карабин таким образом у нас получится так что петля будет затяжной на самом карабине вот так вот его сворачиваем вот затяжная петля и теперь когда петля затянулась на самом карабине после этого закрываем сам карабин чтобы все было крепко надежно прочь и не забывайте ловим щуку и неуклейку а в качестве сигнализатора поклевки я бы советовал использовать вершинку у девича вот у меня такая обработана вершинка когда живчик плавает мелкий кончик слегка выдрагивает таким образом я всегда знаю что живчик у меня живой потому что дохлый живчик нахер ни одной щуке не нужен а когда щука атакует живца кончик увеличивается под углом 90 градусов вот такой простой нехитрый но ловистый монтаж если уже понравился пальчик вверх не понравился пальчик вниз и и и